Да, наверное, мы проиграем этот бой. Если я сейчас не сделаю какое-то чудо. Она реально попадает. Я не знаю, это какой-то подкрученный бой, либо она реально попадает. Мы играем напротив Юльки Трис на Матильде, как видите. Юля решила зайти в танчики и поиграть на четвертом уровне, я правильно понимаю? Бой начинается! Так, напоминаю, пушка здесь почти та же самая. Почти. В принципе, там 30 альфы разницы, чуть больше пробития на пару миллиметров буквально. Но по сути, орудие то же самое. Но оно, очевидно, быстрее кдшится, чуть более точное. И самое главное, здесь у Гэйны получше. Соответственно, не нужно будет каждые пару секунд пересводиться. О, Юля Трис на Матильде выезжает посреди поля. Арта попадает в нее даже, ни хрена себе. Ну-ка, эту Матильду бы по-хорошему загуслить бы. И это... Чего он там остановился-то? И чтобы по ней пострелять по моим гуслям. То есть, ключ к мастерам на этих урнях зачастую это немножко ассиста еще, по-хорошему вам. Матильда продолжает ехать по центру, но всем плевать, абсолютно. Ну просто потому что она может ехать по центру. Надо ей тогда понусу дать, потому что это вообще не смешно. К тебе кто-то пробивает. Мардер, что ли, какой-то, или кто? Все, я за ногу поймал. Она ехала по центру карты и пропала из-за света. Уважаемо. Я так не играю. Что он делает на СН-28? О, здорово. Он еще не знает, что его ждет. Ой, как мало. Видим, в каток попал. Серега, здорово. Хотели арты крылья сделать, да. Ну это, так сказать... Приходите в мой дом, мои двери открыты. Вот так выглядит по мнению ВГ. Да е-мое. Буду песню вам петь. И вином угощать. Я на секунду подумал, что у него ник Шотник. Так, с этим все понятно. Успеешь фраг старить? Дай фражек. Продолжаем разговор. Пока полет нормальный. Мне эта пушка намного больше нравится. Она реально буквально вот лучше попадает, чем предыдущий уровень. Хотя под отдыхание почти похоже, в принципе. Но здесь самое главное отличие, это УГНы. То есть мне не нужно постоянно пересводиться и заново сводиться. Это важно. То есть я стою и стреляю. Это круто. Сантиметр научи на арте играть. Ну ты, Килыч, приезжай в Тверь. Кстати, по поводу того, что я с тобой хотел поговорить, я там пару ответов уже от Гелия услышал на стриме. Ну просто остальные, так сказать, не для общего. Как же он хотел его убить? Потерял все хп ради этого. Она реально попадает. Я не знаю, это какой-то подкрученный бой, либо она реально попадает. То есть посмотрите на эти кроты. Просто все залетает. Ну почти все. Ладно. Немножко прилечиваю. Ты, Килыч, кстати, а ты смотрел мой стрим по комментированию? Скажи мне, пожалуйста. Я даже не буду у тебя там спрашивать, понравился или нет. Просто скажи, смотрел или нет. У тебя скакалка есть в ней? Нет. Не знаю, к чему вопрос, но я отвечу серьезно. Нет. Мне кажется, это вопрос с подколом какой-то по поводу скакалки. Да, окей. Вы проиграли? Ну, да, наверное, мы проиграем этот бой. Если я сейчас не сделаю какое-то чудо. Я же заходил. Да? Сорян, ты, Килыч, там такие два дня были реально тяжелые в плане стримов для меня. Я понимаю, что у вас там еще же общие было, но... Довольно сложные дни у меня тоже были. Там стрим плюс в реале сложности были. Да ладно, блин, мне чуть не хватит, да? Нужно делать выстрелы, пересводиться. Не попал. Вот этого парня надо убивать сначала. Там еще тайпик. Ну, тайпик... Стоп, сколько у тайпа? 670? Что? А, это тайп 95, а не тайп 91, я понял. Мне нужно хоть один фланг какой-то выиграть, чтобы убежать на него потом. В случае чего. Тогда этот фланг мы... Хотя мы там... Не, ну там мы проиграли. Блин, ты обнес... Ну-ка, на... Чего не по броня? Ну, по-моему, слабо бронированный танчик. Надо будет прятаться, я думаю. Даю тычку по нему и убегаю. Не попал, блин. Супер плохо. Не буду дерево отвалить. Слишком палевно будет. Так, нужно будет как-то вот встать так, чтобы... Вот в эти моменты, конечно, труб не хватает, скажу честно. Здесь лучше трубы иметь, чем оптику. Оптика хороша для нападения. На арте. Сам сказал, сам посмеялся. Мне очень нравится то, что Мардор никуда не едет. То есть я обешу так сейчас. Я говорю, это очень хорошо. Он смотрит ту половину карты. А эту половину карты я буду смотреть. Время 7 минут, так что торопиться вообще некуда. Почему ангары в бою цвета искаженные? Не знаю. Жуще. Сейчас, видимо, может... Хотя... Хотел сказать что-то про видеокарту, но... Комната ожидания. Отлично. Первый пошел. Но это не мой засвет. Но мне нужно свешиваться вниз, чтобы стрелять. Плохо, что засветился. Ну ладно. Но он, конечно, не поленился, да, объехать? Посмотрите, как далеко. Очень далеко проехал чел. Стоп, откуда? Мне не показалось. Откуда, откуда он стрелялся? Я идиот или оттуда арта стрелял? Только что по мне. Откуда стрессер был? А, нет, все. Оттуда. Я думал, что я с ума схожу. Уже то, что он откуда-то оттуда. Ну, я пойду вперед. Потому что сейчас Мардор убьет... Арту. И он мне опыта не оставит. А мне нужен опыт. Я хочу опыт себя. Еб твою. Угас и охренеть. А он сюда не заедет, кстати. А-а. Как ты туда заезжать будешь? Как вы думаете, он попробует здесь заехать или нет? Попробует. А у меня пушка не опустится, да, по-моему? Да, вроде не опускается. Цель захвачена. Лифе ставить. Он сюда не заедет никак. Но нужно, чтобы я его убил, а не Мардор. Нужен фраг этот. Пи***ь. Повреждение гусеницы. Шанс разрыва увеличен. Гусеница восстановлена. И Су-5 еще засветилась. Ё-моё. Это фиаско полнейшее. Должен был я их обоих убить. Если я хочу мастера. Но по идее, Су-5 здесь стоит. Она сейчас стреляет по Мардору, засветится. Я ее убью. Она вот сейчас выстрелит примерно. Мардор только что засветился, обняю. Слушай, иди нахер. Вперед. Отлично. Ну, слушайте. Это бой в фулл четверки. 6 фрагов. Почти 2000 урона. Я не знаю. Если это не бой на мастера. А, даже больше 2000. Окей. Это было слишком легко. Ну, это было легко. Ну, как легко. Это отличный бой, на самом деле. Для арты. Так что, ну, господа, кто верил в меня. Поздравляю. Потому что стример не рак. Едем дальше. Субтитры сделал DimaTorzok